Девчонки, привет! Ну что же, вот я и готова для своей второй поездки в Россию. Совсем скоро прилетаю для семинаров. Думаю, что это с вами всё то, как быть самой лучшей мамой на свете для своего ребёнка. Естественное материнство, вакцинация, психологические проблемы, в общем, всё-всё-всё-всё. Ищите свои города в списке, пишите на наш номер, приобретайте билетики, и мы с вами скоро увидимся. Уже история. Где ты и я? Где ты и я? Где? Оксана нас смотрит, перескопит. Сейчас? Да, по машине. Привет! Полина. Сегодня не такой жаркий день. Как заделать. Ну, вроде ничего. Да, ну то прячься, то выходит. Как обычно. Привет, Астрахан. Привет, Витя. Скоро к вам приеду. Саша, где можно включать про молоко? Задайте фролов. Статья о вреде молока. Бью фролов. Фролов. Пожалуйста, залай. Не, пока не снимай. С чем ты распутываешь ему рукава? Только сделаешь симпатично. Мама всё начинает на все кнопки застёгивать. Всё разворачивать. Ты мне говоришь ерунду. Давай-ка заверни ему обратно манжетку. Не делай мне не модного ребёнка. Не, у нас сейчас не жарко. Сейчас где-то градусов. Мам, сколько сейчас градусов? Двадцать, наверное, да? Двадцать два, наверное. Прохладнее. Приятно. Баси и Макар в школе. Смотреть надо трансляции. Вы про сегодня я утром просили? Вот все говорят, что все бабушки одинаковые. Не, моя не одинаковая. Моя особенная. Она слушает меня. Другие говорят, что я буду как я привыкла. Моя прислушивается. Да, мам? Ты молодец. Сказала, что молоко не даём? Не даём. Сказала, что манжеты завернуть. Вот один не завернул манжеты. А вот так и было у тебя между прочим. Нет. Ульяновский плюс 32. Да вода хорошая. Она сейчас будет теплее. Она в сентябрю станет совсем тёплая. Я буду бабушкой такой, афигисткой. Буду сеть какую-то траву. Мудрые мысли изрекать. Ну, конечно, грудное давать. Люди должны... Вообще все, все млекопитающие, млекопитающие, молоком питающиеся, они должны есть молоко своей мамы и больше никого. Ни один вид животных не пьёт другое молоко другого животного. Запомнись. Только люди. Посидится в школе. Нет, у меня зрение идеальное. Я вижу очень хорошо. А знаете, как это, кстати, ты когда едешь за рулём, смотришь постоянно в айфон. В айфон вдаль, в айфон вдаль, в айфон вдаль. И в итоге у тебя развивается очень сильно вдаль близь, тренируешься. Я заметила просто, как я начала ездить за рулём с телефоном, ну, когда появились айфоны. У меня вообще стало очень... Коты и собаки, если вы их не будете дома в детстве отрывать от маминой сиськи, а потом тыкать мордой в молоко, они не будут пить молоко. Они пьют, потому что вы их приучили. Так же, как вы приучили своих детей. И я приучила своих детей тоже. Я от вас тоже ничем не отличаюсь, поверьте мне. Да мне уже, правда, надоело про это молоко говорить. Всё прошло хорошо. Я нравлюсь, я знаю, что я нравлюсь. Ну, это как бы понятно, что нравлюсь. Стой, такие птицы прилетели. Курицей траву в Л.А. беременны? Знаю. Я за всех беременных отвечать не могу. Нет, я американец, голландец. Небо мрачное, да. Вы знаете, здесь голубое? Видели бы солнышко? А там как бы да. Ну, это же Тихий океан, он же вам не это. Не Турция. Каждый день, оп, и праздник. Он такой, дышит, живёт. Руссия или Израиль? Ой, я люблю Израиль. Вик, хай, форми, Турция. Израиль. Что ты сейчас занимаешься? Джулиан сейчас в Италии. У него тур по Европе. Слушайте, во-первых, если человек ходит на свидание... Дайте я даже к вам повернусь. Сейчас. Скажи ей. Ксюшенька, скажи папе, чтобы он тоже перископ включил. Я ему тоже хочу ручкой помахать. Вот. Короче, да. Оксана, передай. Если я папу увижу, тогда я это самое скажу. Скажу тебе, мам. Я позвоню. Ой, переведу на тебя. Я хотела сказать о том, что свидание, они ещё ничего не значат. Во-первых, на свидание я, например, хожу для того, чтобы просто мне было хорошее настроение. То есть, когда ты сидишь всё время, ну, как бы с детьми, там, дома, в быту, занимаешься делами, там, работой. Ну, вот как бы настроение такое. Слишком... Вы понимаете, да, о чём я говорю? Хочется, чтобы тебе кто-то там улыбался, смотрел на тебя, задавал дыхание, чтобы там ловил твои слова, раздыхал. Вот. Поэтому, конечно же, ну... Конечно же, мне хочется ходить на свидание, и я их себе делаю, устраиваю. Но я не говорю, что я прям вот так серьёзно настроена, что я после каждого свидания прям вот всё, женюсь. Нет. Вот. Поэтому... Ну, это так, знаете, для поднятия настроения, для чего я вам звонок, но я его скину, перезвоню. Вот. Поэтому вы не... Вы прям... Не надо после каждого свидания, про которое я пишу, про которое я пишу, спрашивать, ну как, всё, всё, любовь, сердечки ставить. Где-то я... Где-то всё так. Американцы мне нравятся, да. Мне вообще нравятся иностранцы. Мне нравятся, знаете, кто? Мне нравятся красивые, высокие мужчины. Я, да, я ещё замужем. Где-то есть советы про беременность на раннем сроке. Ну, в общем, это на мои семинары. Вы можете... Да, вот семинары мои продаются на сайте сашизверева.ру. Первый день вам нужно купить, там будет совет про беременность на раннем сроке. Бесит ли меня что-нибудь в Америке? Ну, конечно, что-то бесит. Меня бесит то, что они все здесь с собаками. Они здесь любят собак больше, чем детей. У них у всех есть собака, а то и две, а то и три. Они их узят в колясочках. Они их называют my baby. Разговаривают о них постоянно, как мы вот о детях, там, только мы о людях нормальных, да, человеческих. Они о своих собаках. Они у них какают везде. Они ходят за ними подбирают каки. Вот. По питанию я рассказываю... Я рассказываю тоже в своих семинарах. Я, правда, не помню, в каком дне. Надо спросить у моего администратора по WhatsApp, который указан у меня в моем SZ Style. И он вам скажет, в каком дне есть. Ты играешь чувствами мужчин? Нет. Я считаю, что не надо играть ничьими чувствами. Нужно быть очень искренним. Я всегда очень искренне ко всем отношусь. И, наверное, это притягивает ко мне. В том числе и мужчин. Потому что я им честно говорю, что я от них хочу. Какие у меня границы. Что я... Куда я могу допустить людей, куда я не могу допустить. Я всегда сразу сообщаю, что я жду от этого. Например, я сразу говорю, что это только свидание. Либо я там ищу семью по себе. Либо я что-то там, не знаю... Тот же Джулиан. Я всегда ему говорю, что у нас может быть там до такого предела дойти, но дальше нет. Ну, короче, всегда очень по-честному, искренне объясняю людям, что происходит. Нет, кератиновое упривление я не пробовала. Как дела у Василисы в школе? Перевели ли ее в новый класс? Нет, пока еще. Ребят, вчера был новый день. Я сейчас закончу с вами перископ и сяду писать письмо. Как раз по этой теме в школу. После ваших рассказов о Америке очень хочется туда переехать, если не учитывать собак. Да, собаки меня, конечно, выносят. Воняют они. Реально все капли? Какие капли? В Америке... Ой, я что-то пропустила, ребят. Я думала Джулиан Кей. Нет. Ну, хотя иногда я тоже так думаю. Особенно, когда он переехал в Малибу. Не знаю. Где-то он там живет странно, где-то у кого-то. Не пойму. А что за туру Джульки? Ну что, Джулька денег скопил, блин. Жил на всем готовеньком. Кайфовал, деньги копил, не тратил. Теперь поехал тратить. Вредны ли яйца? Ну, яйца как бы считаются, если уж совсем среди вот этих вот людей, которые вот типа меня, они считаются это типа месячные курики. Вот. Я пока что немножко ем яйца еще, но не ухожу от них. Блин, простите, десять раз пишу, ответите. Откуда черпаешь силу на весь день? Я не знаю. От жизни. От любви к жизни. Потому что я просто люблю жизнь, детей, себя, Бога, родителей. Наверное, это дает силы. Витамины постоянно пьют, да. Отношения русским к США. Вообще никакого отношения нету. Очень хорошие отношения. Все любят русских. Обожают. Всегда говорят, что все круто. Папы-то моего нету. Я счастлива. Ну, конечно, я счастлива. Даже невзирая на то, что у меня может быть там не все спокойно и гладко в личной жизни. Я не могу быть от этого не счастливым человеком. Я счастлива потому, что я здорова, потому что я полна идей творческих сил. Я счастлива потому, что у меня здоровые и красивые дети. Я счастлива потому, что у меня живые и здоровые родители. Я счастлива потому, что у меня за спиной шумит тихий океан. Все остальное может наработаться, ну как-то продадут какие-то изменения. Спасибо большое. Нет, сейчас события в мире вообще никак не на кого здесь не влияют. влияют только на русских. Русские ненавидят американцев. Американцы обожают русских. Все отлично. Во сколько ты ложишься спать? Я ложусь спать в районе 10 вечера, хотя сейчас мы с мамой шли сюда на океан, и я сказала, что нам пора ложиться в 9, а то и раньше. Иначе я не высыпаюсь. Будешь разводиться? Ну, если решу, я вам сообщу. Пока не собираюсь. Мне неохота, как неприятный процесс. Так живется у меня нормально, здесь разводы. А зачем она это даст? Вот, например, сейчас я жената. Что я? У меня муж дома что-то сидит? Я ему борщи варю? Нет. Так же и развод. Что он даст? Все то же самое останется. Поэтому не смысл делать лишние телодвижения. Русские ненавидят американцев. Это неправда. Нет, я скажу так. Конечно, не все русские ненавидят американцев. Но по комментариям в моем инстаграме, как девушки, мамы пишут мне там пиндоска, наивали свою пиндоси. Фу, отстой, предательница. Ну, короче, это псевдопатриотические чувства. Но у меня они, короче, вымораживают очень сильно. И я считаю, что это бред. Расцветай витамины очень полезны. Расцветай – это не витамины. Это пищевая добавка, пищевой концентрат. Это капельки. Они очень классные. Они хорошо очень чистят организм. И дают возможность ему обогатиться из еды, взять все полезное из других продуктов. Ну да, и подпитывает вас. Я люблю. Для женщины какие лучше? Извините, а когда американцы пишут про Путина? Да, я здесь заметила много пишут про Путина. Чтобы открылась новая дверь, нужно закрыть старую. Про развод. Слушайте, ну я вот честно верю больше, да, согласна про двери, но дверь нужно закрыть где-то вот здесь, понимаете? Но не в паспорте. У меня дверь здесь уже вот она у меня закрыта давно. Еще когда я переехала в Америку. Вот. Но она у меня всегда открыта для дружбы, для прекрасных человеческих отношений с Димой. Я уже говорила, что мы прекрасно ладим. Кроме расцветает тебе вода, дает силу, чувствуешь изменения? Однозначно. У меня организм оздоровился невероятно. Слава тебе, Господи, я вообще перестала болеть. Вася тоже употребляет расцветать? Нет, расцветает. Расцветает пью только я, родители пьют, няня пьет. Такой хороший Дима. Вы никогда не знаете хороший человек, пока вы с ним не поживете. Он хороший, да. Вася первый день очень круто выглядела. Да, это я подбирала ей лук. Она... С ней вообще невозможно. Она хочет все спортивное. Она покупает только леггинсы. Тут полна францэн. Но... Руси. 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 Беверли-Хиллс рядом. Беверли-Хиллс ехать минут 20. Сейчас Рен понарушку живет в Беверли-Хиллс. Она переехала. Бабушка изменила Леву? Да. Есть изменения. Мне они нравятся. Вот. Мы покупили мы Васе этот лук в Амбер-Кромбе. Да, в Амбер-Кромбе. Мы же, причем, покупаем ей не в детском Амбер-Кромбе, а в обычном Амбер-Кромбе. Но размер 2.0. Саша, а с папой Василисой и Макарой общаешься? Нет, он нас везде заблокировал, вычеркнулась в жизни и детей, и меня. Из-за этого мы всей семьей дружно его не понимаем. Он не поздравил их ни с школой, ни... Короче, это... Мне это никогда в жизни не понять. Можно сколько угодно плохо относиться к родителю. Вот, например, да, там, если я... Не отношусь хорошо там к Диме или к Илье, но я всегда открыта для общения с ними, для дружеского общения, для... Вообще, в принципе... Ну, надо поддерживать отношения. Мы все все равно корешки. Мы все... Кстати, да, да, вот вы правильно очень пишете «Счастливая жена и мама» это диагноз. Есть такая фраза в профиле. Я вот только недавно говорила на это... Ребята, вы поняли, о чем мы говорим? Я тоже недавно разговаривала с этим психологом, вот с Артемом Толокониным. Мы сейчас с ним занимаемся. Он меня настраивает на счастливую семейную жизнь, чтобы она меня больше не разваливалась. Ой, там мама пришла. Мам, нету папы! Нету папы! Вот, и, короче, я ему... А? Я не знаю, он не выходит сюда. Ты можешь ему написать в телефон. Да, хорошо, я смотрю за ним. В общем, прикол. Я ему говорю, Артем, ну как же так, говорю? Ну вот если верить, если инстаграму, в какой профиль не зайдешь, там везде написано «Я счастливая жена и мама!» «Самая счастливая жена в мире!» «У меня лучший муж!» Вот, все такое, ля-ля-ля. И я когда это все вижу, думаю, блин, ну как же так? Все счастливые, а я одна несчастливая не жена, короче. А он потом сказал, что если человек так пишет, то, скорее всего, это не так. Он хочет это видеть в себе и в своей жизни, но этого нет на самом деле. То есть они пишут желаемое. Как правило, когда человек спокоен, как бы вменяемый, у него нет никаких психологических проблем, он просто пишет четко свою, ну как бы, никто он, просто там, не знаю, вот там, мактель, мама, и там, предположим, мечтатель. Да? Простите. Мама? Вот. Вот, как самовнушение, правильно. Но вы можете быть другого мнения, я с вами не спорю, каждый имеет право на собственное суждение. Макар на папу свой похож. Странно, что он не общается с детьми. Мне очень это странно. Вы даже не поверите, насколько странно это мне. Вот, Лев пришел с вами общаться. А, он пришел общаться с моей сиськой, понятно. Намек пошел. Он типа, мама, смотрите, смотрите, смотрите. Укладывается. Ой, ребятки, когда вернется ваша няня? Полина вернется, скорее всего, через неделю, если все хорошо. Дети обижаются. Да, я думаю, что у детей есть обида, но больше я думаю, что он сам себя обижает таким образом. Прикладывается, да. О связи с кофе, с паническими атаками. Вы знаете, мне кажется, это все индивидуально. Это у меня. У меня есть панические атаки от кофе. Лев, ну не позорь меня здесь. Я не буду тебя здесь прямо кормить всех. Левик, Левик, милый. Так, вкладываю я Леву. Он в коляске стал засыпать у бабушки. Как бабушка стала с ним гулять, он засыпает у нее в колясочке, когда ездит. А я укладываю его, да, на груди в основном. Лев, ну что ешь за какую-то свечку? Ты кто-то свечку жег на пляже, видимо. Да, у Ильи другой сын, но мне кажется, знаете, я знаю огромное количество примеров, когда мужчины заводят семью, и у них дети от других женщин, но они прекрасно воспитывают всех и ответственны за всех своих детей. У меня есть друзья Паша и Наташа. Вот Паша Мазанов, у него и дочки, и внучки, и все-все-все в одном доме. Он обо всех заботится. Мне кажется, это очень важно. Мам, скажи же, если рождаются дети у мужа бывшего, то это не значит, что нужно отказываться от этих детей, что они все, они уже не дети. Нужно же обо всех иметь ответственность и заботу. Папа сейчас выйдет. Папа выйдет? Хорошо. Обида на меня, я не думаю. Мы, по-моему, очень хорошо общались, и вообще никто ни на кого. Вот про деньги больше вероятно, что денег не хочется давать. Дима, да, больше сейчас участвует. Дима взял на себя сейчас функцию Ильи. Он как раз-таки поздравляет детей с чем-то школьным годом, он участвует в их жизни, спрашивает, как у них дела, всяческих там, поддерживает, звонит, болтает с ними. Ну, как бы, Дима вот в этом плане, да, он молодец. Хоть, по большому счету, они ему и родные дети, вот он все время... Ой, папа пришел. Я сейчас... Сейчас, давайте я папе маму покажу. Лёва, что ты уже? Лёва общается? Папа, вот тебе мама. Привет, Твояля. Папа, не плачь, мама, не плачь. Я не плачу. Осталось меньше недели. Я не плачу. Макар с девочкой оттуда. Лёва. Макар с девочкой оттуда. Ой, да, я все. Финансово, да, конечно, финансово никто не хочет помогать. Ну, что сделать? Я же не могу сидеть здесь за этим. Ребята, спасибо большое за поддержку. Я все читаю, я тут на стою. Мужика. Нет, мне финансово помогают только я сама. Макар с девочкой оттуда. 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 и спроси у него что-нибудь ответить какой день прошел сегодня рабочий папа просит показать маму вот я маму показываю ну вот она я, живая мама в хорошей форме папа говорит, что за мужик папа, мы не знаем, у него вон семья и жена сидит, и дети маленькие, они итальянцы, по-моему да, по-моему, они так идут простые дима помогает, когда может когда может, помогает да, оба да, есть камерный персаж ты говоришь, что ты худенькая, мама я худенькая я переживала, что ты толстая тебе надо было хлопки потерять не полкило мне три метра пятьдесят три мне нужно четыре килограмма потерять маме нужно скину четыре килограмма на голову но увидел меня и вспомнил, что есть сиски я вижу не надо, говорит мам, тесто худеть не надо, говорит мам, тесто худеть я говорю, дима, когда может, помогает не гоните все нормально все нормально и подарки дали хотелось бы, конечно, больше, но чем богаты, тем и рады будет более известным диджеем вот благодаря вам может быть пойдет диджеем будет больше денег что пришлет больше окей я зарабатываю больше Валера, пошла Лёвку на пирсе укладывать как всегда слышишь, да? наверное, слышу я думаю, да да, вот видишь, он уже все все уже да, я папу не упаку все мои дети все мои дети да ну, наверное не знаю Вопрос про четвертого леберка я специально не говорю может, пока, ну, как пошли все, все, все сложно папа пишет, что он пополнил кто пополнил? Лёва или папа? папа слава богу папа пополнил? все, все Валера все, все все все, ребятки я тогда обращаюсь с вами нас Лёвик закапризничал пора укладывать себе спать ты не смотришь смотри, сколько уже я отправила папа, я читаю тебя да, все нормально все, пошли мы укладывать он там визжит надо помочь маме давайте, пока вот вам еще океан дуновение свежее пап, тебе тоже похудел на 12 килограмм? маме не буду говорить все все давайте обнимаю спасибо большое за внимание папуль пока на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Субтитры сделал DimaTorzok